ну вот сегодня у нас утро с утра мы вчера и начал ходил на огород выкопал весь лук а мы с братом сергей на машине съездили три мешка лука привезли ну как три мешка не там не полные были до этого я весной покупал в городе барнауле семена лука именно там разные сейчас не помню их название из матушка мы садили на огородчике у нас возле лагерного пруда обычно мы обрезали меня так научились здесь обрезать головки и потом мешки складываем но они начали у нас некоторые лук пропадать а иначе начал вспомнил где-то раньше так не делаю все время вязанки делаю этот час вязанки делает на веревочку и вот так вот закручивает закрепляет там внизу делать узелок она на ее цеплялась и все потом будет висеть сохнуть уже не пропадет лишнее обрывается вот такие вот мы уже гриллянты с ним повешали пять штук получается здесь они под крышей что дождик не будет доставать но только если боковой какой-то будет идти она быстро ветрится тоже тоже время тут немножко солнышко есть ведь ветерок дует но видно что они колышется то есть будут хорошо сохнуть сколько по времени не знаю сколько она будет висеть ну да я рассказал нас как хранили прошлом году пропала луку сколько лежал в коробках салфана в мешке салфаном а пропиленовым а у нас где русская печь затвор вот это пространство называется куть в кути на в кути а где да в кути а за русская печь она не вплотную к стене стоит и вот этот промежуток от стенки русской пищи если она из кирпича или битая там было до стены это щулан и там вязанки лука висели никак больше не было ни одна луковка не пропадет и оно такое и тепло и в то же время все на глазах вот взял ее теперь поднизу лукавка внизу а это вниз второй раз опять же обернул к верху а ее опустил все это оторвал она не вырвется ни банок никаких ничего не надо опять вот целая я под низом это упадись ей второй раз завернул к верху то есть она сама себя затягивает дальше на вот так а теперь сюда надо ложится раз внизу раз а теперь эту к верху она сама себя прижала все а вот которая без этих без хвостиков их отдельно сейчас в комнате там где-нибудь в уголке раскатаешь чтобы она просохла то и тоже сохранится вот я многому научился у японцев это очень умная нация я кое-что слышал когда работал в армии меня сразу из рядовых старшиной поставили это важное дело впереди младший сержант сержант старший сержант а потом старшина мена должен старшины одна должность была на весь дальний восток техник смотритель воинских зданий ракетных войск дальнего востока такое название то есть увольнительно давалось на год с 1 января до 31 декабря я должен был разъезжать по другим городам не указаны были какие адреса и узнавать как какое жилье у какого офицера и год на очередь поставить то есть доверие было и вот мне там как раз капитан у нас был он рассказывал я от него учился учел это но и он говорит а тут были плена японцы подали до двухэтажные казарма они говорят сразу сказали что нам нужно зацементировать тонким слоем раствора может столько пол покрыть как покрыть никогда не было но у нас так принято говорит ну и поэтому шли на это и и они кустом и вяжут циновки и циновки поэтому там так а циновки взяли схлопали это сразу стерли и у них чисто и он говорит как у нас вот у нас как бывает человек самоволку ушел ну пришел он там среди ночи там его пропустили все так он всех разбудит он был там с маленькой станькой ему надо немедленно рассказать у японцев были другой порядок вот на работе с работы пришли ну каждому хочется что-то поговорить а тут отдыхает один из них саке ему сразу сказали там в том конце казарма казарма я не знаю человек 150 или 200 огромные казармы в другом конце казарма шепотом разговаривать чтобы не разбудить неслыханная вещь и он говорит тут склады ну там с разными такими картошка то другое у нас не знает как сделать они заваливаются а просто просто надо допустим и плотину делаем он сваливает и земля скатывается это естественный скос вертикально она не будет и вот так не будет она скатывается ну сколько там 45 градусов вот так надо копать и склады это я понял вот я смотрю андрея у стенок у него все так сделано так это за природная это закон и как хранить допустим морков у нас только моркови пропадает вот морковь его значит с хвостиком и верхнюю часть срезают зачем чтобы не росла ну а дальше то что дальше то что она внутрь проникает чернота нынче купили или привезли от кого-то из наших сюда знаю что мне морковка нужно и ни одной нету не порчен все морковки порчены а как делать очень просто срезают оставляет я сейчас не могу может ошибиться пол сантиметра что-то мне хвостика где а то мне так я видел где-то а дальше мелко подсушивает ее и мелко толченый просеянный мел в милу ее надо только чтобы пыльца захватила все все никогда не пару но она не то что там холодильники держать никто холодильников то не знал вот и она не пропадает вот морковка и вот он мне рассказывает вот японцы дрова пилить надо там они выше а какой длины на пиле не будет пилить пока не покажешь ну какой ну примерно они не примерно он ему дает палочку покажи отчеркни ногтем он очеркнул они из них мерки сделали и каждая поляна они мерить им вещь невиданная чтобы да только я дал ребятишкам вот здесь пилят они вот козлы стоят видишь покажи да и около каждого козла отпилил палочки но они не ровно например я уже вижу через час прихожу могут тут ни одного нет они их уже я сделаю чтобы они не перепутали с поленьями я привязываю веревочки к ним и они вместе с веревочкой их утащат в эту в поленицу и вот я с ними не встречался личность японцами но вот это просто понравилось говорят такие там такие они не знаю мне не приходилось быть я понял что они веселые как то я в киеве стою там на паперте в церкви а в это время японская делегация идет ну это 70-е годы то вдруг они видимо с собой уже договорились соскочили на этот из делегат там женщина то мужчины главное мужчины двое подскочили меня под руки и развернули там есть к этой делегации и сразу щелк щелка сами хохочут а мне какая разница то есть говорят вот такие самураи там ну такие если не самураи то но мне понравилось они веселые я еще в америке встречался не один раз с ними беседовал я просто говорю вот в армии у нас были латыши и литовцы и эстонцы очень трудолюбивые дружественная приветливая почему я в латвию поехал через это меня господь поймал там я уже встретил евангелие там я покаялся там началась моя новая во христе жизнь вот и поэтому вот видишь она уже сбившая она там он в траве будет вот как сделать правильно мы начали я расчал с той стороны она не висит надо чтобы висела первое привязал на два узла а дальше каждую раз второй узел сюда а теперь разворачиваю вот видишь как сидим володя как-то я не знаю что-то это сделал их свернул кольцом я говорю нет надо за один конец да как как куда вот я говорю перед нами вот показал от солнца закрыта не полностью это не вредно всякие насекомые все уничтожается с крыши не падает ветер обдувает сохнет быстро ну только одно что кто не своровал потому что на глазах это и ну и думаю господь помилует это потеряевка тут воров не только чужие проезжают когда все подберут еще есть люди простое дело я каждый день вот владимир александрович сидит снимает покажи себя я к нему обращаюсь куда ты меня направишь сегодня где-то почему он главный я вошел сужой труд с матушкой тут такая дружба садили картошку вместе где-то ошибка была там что-то замерзла я слышал батюшка говорит а лук то я вошел чужой труд как господь говорит пророки сеяли апостолы вошли в это так и это полоть пришлось сколько-то ну какой я работник то так но мне это понравилось сегодня на свежем воздухе володя тут взял лестницу сразу повешал уже там 5 кажется вязанок визит плетенки называются плетенкой это такое дело вот и все зима обеспечена нам есть что будет дать кто-то приезжий там или как-то нас господь научил искать не просто а искать нуждающихся и поэтому на собрании я всегда спрашиваю приезжаем мы кому картошка нужно своим мы не продали за все годы за 20 допустим 8 лет ни одного килограмма а дальше у нас было глухонемых много и мы прошлом году там воля там другой попросили отсюда посылали вся трудность это перевести туда сколько радости в этом человек должен испытывать когда господь позволяет где-то что-то сделать я думаю нам лук иногда чеснок давали теперь мы можем дать вот это я разрезал моя работа как шариков говорил а почему не рассчитал вот так простенькая работа с тем дело интересного до того спать охота пока молоде ходил зачем-то я в это время сижу ты увиделся уснул прямо уснул окончательно для меня заснуть нужно несколько секунд 40 секунд примерно полностью заснул сейчас и сразу проснулся и уже спать неохота так человек говорит когда в дальней дороге едет я шаперами дальними дальнобойщиками говорил какое-то средство лекарства лекарства только одно чтобы за рульами заснуть свернуть в сторону и поспать сколько там два часа сильный сон я как могу так сидеть глаза вытаращить а ничего не видеть я уснул сонны сон открытые глаза как войну было когда тайные переходы ночью войска перекидывали четыре человека вот по краям которые те вот это двое все держат друг друга впаду двое спят идут шагает все и двое спят потом они меняются так и птицы которые летят вот даль дальнего там следование то точно такая же история также самое отдыхают окраине на полную катушку выкладывается вот так они как отдыхает в середине то они спят я крыльями то все равно машут а крыльями то все равно машут машут а как эти солдаты идут спят отдыхают самое трудное вожак должен знать наблюдать смотреть вот и сегодня я не дал работу я не ожидал что ты сам будешь со мной а ты еще сам был и поэтому один бы я этого не сделал я вижу на ходу где что можно сделать то надо лестницу искать ты пошел нашел ты убрал где-то она в другом месте без лестницы ничего не сделаешь веревочки принес сейчас который я вот отбрасываю в отдельную коробку занести и рассыпать по-другому я не знаю может быть существует еще такой метод видите как а это потом все высохну все надо хватит а хватит давай вешаю сейчас я снимаю а ты петлю завяжешь мне еще там прибивать надо я положу сейчас на стол хорошо получилось возьмете возьму это я четвертую уже сплел там лесенка у него поставлена видите как ветерком покачивает их как хорошо жить братья вместе что такое община это общее на евангелии на слове божьем общее это бывает у преступников общак в общественно настоящая община может быть образован только духом святым когда люди действительно обращены к богу когда община есть то люди посторонние они не могут преобладать в большинстве они есть их не заставишь и не приходят вечером на богослужение в субботу не остаются на занятия ну видно что рано или поздно они отболеют тут иногда как касается так я город такого-то крестил батюшка но но как я могу проверить все вопросы какие задают отвечают ходит на занятия верующие это не все он внутренней перемены не произошло у него это рапе рождения свородиться свородиться свыше это другое рождение все тогда вот я сейчас будет там загибать крючок с володей так вот сразу сравнили все дороже сына родного рыбачим где можем помогаем дороге правим пруды они сами не будет дамба сейчас на такой скорости по дамбе гонят сегодня договорились насчет песка не знаю а сломался а глость сломался все надежда васильна давай дака докажи всем как она смотрит кошка это наша рыжая кошка она эту территорию охраняет кроме нее еще пять кошек надежда наградила кому-то попросила котят выросла никто не взял гоняет всех а все это ее родня бьется за свою территорию рыжая называется на трех ногах было я давили ногу тут один был парень я даже встал посмотреть что ты тут делаешь как говорят варганиш эти как хорошо этот калашников построили до того крыша хорошая там голубятня у меня вообще чудо все пожалуйста 1 2 3 4 6 вязанок плетенок еще одна будет будет даже может две ты коробку то возьми для этой без хвостых то забрать пошел веревочки взять надо соединили две усадьбы 3 усадьбы впритык как у меня стихотворение есть вот это проход туда и это облепиха у нас тут и липа растет и рябина калина это деревья такие битва береза тут лапкин павел был никита ну на лето как общежитие это моя голубятня понятно лестница я каждый день хожу а в городе там уже 5 голубей погибло без меня пшеница когда едят а там есть такое шалуха от пшеницы только она похожа на пшеницу ну ботва так скажем и не убирают и надо новой насыпать а торговые мешки все